28 мая, в 18 часов 26 минут 30 секунд, стартовал Марс-3. На этих кадрах советской кинохроники международный прорыв в области строительства космических аппаратов. Ровно полвека назад советская автоматическая станция Марс-3 успешно стартовала с Земли. И через 6 месяцев успешно приземлилась на Красной планете. Об этом событии трубил весь мир, а инженеры и конструкторы МПО Лавочкина, в стенах которого построили Марс-3, получили лавры первооткрывателей. Впервые в истории спускаемый аппарат станции Марс-3 осуществил мягкую посадку на поверхность Марса. Свою руку к созданию межпланетной станции приложил Александр Моишеев, который прошел путь от инженера до заместителя генерального конструктора предприятия. К 50-летнему юбилею с момента создания Марса-3 в музее НПО Лавочкина он провел экскурсию для гостей. Лидерам движения общественной поддержки Химке интересно жить. Инженер рассказал о сложностях полета на Марс и поведал о конструкции аппарата, точная копия которого хранится в стенах музея предприятия. Здесь вот телефотометры, выдвигается датчик ветра, выдвигается сюда устройство для анализа химического состава грунта и опускается на поверхность вот такая некая конструкция, это марсоход. Лидеры движения общественной поддержки Химке интересно жить в НПО Лавочкина пришли по делу. В ходе одного из круглых столов с сотрудниками предприятия они поддержали инициативу создать в Химках единый музей космической отрасли. Ведь познакомиться с экспозициями на режимных предприятиях может далеко не каждый. Инициатива уже размещена на сайте движения и получила много голосов. Но для ее реализации нужно учесть еще много факторов. Вам хотим сказать большое спасибо, что вы нашли время сегодня с нами пообщаться. Для нас большая честь, что именно человек, ученый провел нам такую прекрасную экскурсию, пообщался с нами. Нам очень трогательно находиться здесь на вашем предприятии, потому что я считаю, что все наши космические предприятия, лучшие предприятия в мире. Это первые, которые отправили спутники, первые, кто запустили человека в космос. Мы перед вами преклоняемся, говорим вам большое спасибо. Мы очень горды, что у нас есть такие люди, как вы. Мы желаем, чтобы вы всегда и везде были первые. Вам огромное спасибо. В 2013 году любители космонавтики из России изучили снимки высокого разрешения предполагаемой зоны посадки станции. В результате были найдены элементы спускаемого аппарата Марс-3. Парашют, двигатель мягкой посадки и аэродинамический тормозной экран. В поисках им помогали специалисты НАСА, РКС, НПО Лавочкина. Сегодня Химкинское научно-производственное объединение продолжает оставаться главным предприятием в аэрокосмической отрасли России по разработке непилотируемых станций для научных исследований космоса. Продолжение следует...